Долго готовились ко встрече, а потом растерялись. Лишь некоторое время спустя раздаются аплодисменты и поздравления. Ребята, которых этой ночью встречали в аэропорту, слабослышащие. Они вернулись с 22-летних сурдолимпийских игр, которые проходили в Болгарии. Пловец Вадим Боровик и бадминтонистка Алена Соболева прилетели в Уфу первыми. Как свои результаты? Недовольна очень. Как у тебя результаты? Чуть-чуть не хватило, устало село. Может, было бы, занято. Медаль все-таки, но немножечко не получилось. Ну ничего, в следующий раз. В следующий раз. Ольга, давайте. Готов. Готов. Россия взяла 67 золотых медалей в этой Олимпиаде. 9 из них наши, то есть республики. Общее количество медалей 15, это еще одна серебряная и 5 бронзовая. Ну, я считаю, что это по-настоящему большой успех для республики. И, конечно, несомненно, это радует всех. И ребята настоящие герои, они проявили свой характер, свою волю. Мы приехали к своему лучшему другу, к Кадырову Ренату, который стал победителем на Олимпийских играх по борьбе. Он завоевал золотую медаль. Хотели бы поддержать его, встретить, поздравить и выразить свою искреннюю любовь к нему. И хотим пожелать ему в дальнейшем также не сдаваться и достигать более лучших успехов, которые мы уверены, что он достигнет. Мы поздравляем вас! Впечатления? Ну, если честно, не описать это. Потому что я к нему очень долго готовился. Во-первых. Во-вторых, я прошел это невозможно. Соберники были очень сильные. В основном это кореец. Я с ним попался в финале. Этот кореец предыдущий олимпийский чемпион. Я вот сумел его обыграть. Такие у меня медали. Какая из них тебе больше ценность? В личном или в командном? В личном. Конечно, мы командная. Это же одна единая Россия. Соберники были очень сильные. Главное у него продолжить тренировки. Надеюсь, что поеду на Олимпиаду через 4 года. У нас было несколько этапов подготовки. Я не говорю про 4-летний цикл. Мы готовились 4 года очень тщательно, потому что в Тайпе не было ни одной медали золотой у России под дзюдо. Поэтому подготовка была очень напряженной. Мы знали примерно соперников и в прошлом году был пристрелочный мир перед Сурдолимпийским миром, где мы очень хорошо выступили. Если сравнивать Тайпей, то есть по количеству людей и по качеству спортсменов, где-то небо и земля в 2 раза качество выросло и количество спортсменов. У нас самые многочисленные, в принципе, были делегации. То есть 26 стран, 113 спортсменов участвовало под дзюдо. Это больше, чем в каком-либо другом виде спорта. Мы только вот недавно приехали из Колумбии, смотрели, как проводятся всемирные игры. Есть желание, чтобы в 2021 году эти игры прошли у нас в городе Уфе. Это тоже будет стимулировать рост спортивных результатов, подтянет наши виды спорта, подтянет нашу материальную базу. Много можно создать программ и войти в программы федеральные. Конечно, это будет способствовать развитию спорта.